Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в самой западной точке российского футбола. Приветствую вас на роскошной Ростехарене. Приветствую вас в прекрасном городе Калининграде. Именно здесь пройдет матч седьмого тура МЛПЭТ первой лиги сезона 24-25, в котором сыграют Балтика и КАМАЗ. Итак, Балтика-КАМАЗ. Матч, который покажет реакцию команды Александра Грищенко на первое поражение в сезоне, которое Балтика потерпела в Волгограде в прошлом туре. Матч, который покажет, действительно ли КАМАЗ встал на эти самые яркие победные рельсы. КАМАЗ из родины перебрался Дмитрий Тананеев. Это центральный защитник. Быть может, сегодня его увидим. Комбинация на коротке. Может быть, еще повезло гостям, что мяч удачно отскочил от Александра Осипова. И можно было в коридор между защитниками пробежаться. Но есть и Сергей Пряхин. Его тоже не стоит недооценивать. Алекс Фернандес. Удар. С такими ударами голкипер обязан справляться. Добавка. Это уже по волейбольному. От Артура Анисимова. Такое ощущение, что перед голкипером КАМАЗа мяч еще успел вильнуть. Это было эгоистично. Впрочем, он центр-форвард обязан порой такое проявлять. Неорганизованно пока, как кажется, обороняется Балтика. Более того, даже позволили удару из-за пределов штрафной состояться. Передача. Доходит мяч до штрафной. Попытка удара. Рикошеты реагируют. Анисимов хаотично. Эта атака развивалась. У меня еще на секунду было подозрение, что за мяч футболисты внутри штрафной приняли шарик. Белый. Абрама хорошая. Свинов прав. Но еще и, помимо всего прочего, зажигается флажок помощника главного арбита. Под таким давлением попытаться через пас из обороны выйти, но дальше по флангу передачу челнинцы прочитали прострел. Хорошка сама. И дальний удур. Я думаю, что перекладина от ветра, который оставил пролетающий мяч, до сих пор качается. Мягенько под скидку. Вот она, например, скачет мяч. Опасно он уже у ворот. Свинов. Картошка горячая, но все-таки ее можно схватить. Ну, вот то, что случилось в штрафной у Свинова секундами ранее, отдавало чем угодно, кроме безопасности. А еще и в штангу подкнулся. Смущен, что нет какого-то публичного интереса к его фигуре. Хотя, возможно, он присутствует, но скрывается в тени. Саус. Угол срезал. Саус. Удар. Расвистело. Но даже такой момент воспринимают позитивно болельщик. Понеслись. Включая нитроускорение. Как раз Глушков. Это его место. И уже вдвоем-то его облепили. Но какая передача, попытка каратистского удара. В исполнении Сергея Пряхина. Дерби. Республики Татарстан. Наскакивает мяч. Опасная ситуация. Анисимов продолжает пытаться команду спасти. Удар штанга. Гол. Из ниоткуда. Из пустоты. Из тени. И 1-0. И 1-0. Представьте, что вы оказались в комнате, которая наполнена вакуумом, где нет звуков. И внезапно услышали гитарный аккорд. Вот он. Выскочил из ворот Анисимов. Опередил соперника. Но с ударом дополнительным уже справиться не было возможности. На сей раз, правда, без конкретного успеха. Хубаев. Очень много пропустил. Какая передача вразрез! Но своевременно выскочил Свинов и мяч зафиксировал. Вышел Хубаев и тут же добавил изящество. В этом вся молкует первая лига. Это очень красиво. Ковалев сам на удар вышел. Отражает мяч Анисимов. Острова туголок для поражения цели от Степановича. И он зарабатывает корм. Делает технические зоны. Но пока смычем Камазы в атаке. Свисток не прозвучит. Хорошая передача. Караев. Пауза. Мяч под левой. Караев. Чистая работа в отборе. И звучит финальный свисток. Балтика из Калининграда. Через день-другой после 70-летия клуба одерживает дальше большими буквами тяжелейшую победу дома над Камазом.